Специалисты школы общественного здравоохранения Бостонского университета установили, респираторные заболевания поражают вейперов на 43% чаще, чем некурящих. Поэтому Данила Акимов смело говорит своим сверстникам «не парься». Вместе с инициативной группой парень разработал одноименный проект. Его основной посыл – остановить тягу юных ребят к электронным устройствам для парения. От взрослых запрет на вредную привычку дети чаще всего воспринимают слишком остро, а потому пропагандировать здоровый образ жизни будут их сверстники. Когда я закинул, грубо говоря, удочку в наш общий чат, закинул удочку уполномоченному при президенте по правам ребёнка, то это было новшество для нашей страны, потому что другие регионы борются по большей части с буллингом, кибербуллингом в школах, среди сверстников. И здесь Ульяновская область стала первым таким пилотным регионом, где сами дети начинают бороться с курением и парением среди молодёжи. На этапе подготовки проекта ребята из совета предлагали свои идеи, если можно так назвать, рычаги воздействия на молодёжь области. Всё же, как ни крути, проблема стара, как мир. И решить её на 100% никто так и не смог. Для успеха нужно что-то новое, а в нашем случае – что-то радикальное. Мы решили запретить в некоторых магазинах, то есть ходить как обход, рейт, называется. Мы ходим и запрещаем, то есть смотрим и запрещаем какие-то электронные сигареты, проверяем, продают ли несовершеннолетним детям табачные изделия. Не парься, активисты презентуют на форуме Привожского федерального округа Иволга. Он пройдёт в Самарской области с 21 по 29 июля. На участие подали заявки новаторы из 78 регионов страны, а это 20,5 тысяч человек. Если задумка ребят из Ульяновской области окажется лучшей, они получат грант размером в 300 тысяч рублей. С деньгами или без планы на осень этого года уже построены. Провести форум по теме проекта в областной столице.